Депутат Народного хурала Без отчета, который фонд нам не предоставил на своей презентации 3 дня назад А кто руководитель фонда? Руководитель фонда Думанов Анатолий Петрович, я могу сказать, что это родственник министра экономики Я во время прямого телеэфира на Орегусе сказал, что это конфликт интересов, прямое нарушение федерального и республиканского, может быть, законодательства А почему это пускается? Это надо спросить у руководителей министерств и ведомств, почему у нас подчиненные работают у своей родственницы Не работает, а отчитывается Ну вообще, скажите, чем занимается этот фонд? Что он полезного принес нам? Конечно, такой фонд нужен нашей республике, но в каком виде? Потому что привлекать инвесторов надо В этом фонде работает 15-18 человек Во время презентации нам не было сказано, какие отделы были созданы, какая структурная Что они сделали за свое время существования? Они выделили, допустим, земельный участок одному ферменту хозяйству Помогли выделить через муниципалитет Второй у них бизнес-проект Это помогли землю выделить под катание На верхней мероприятии у нас есть горка С ней катаются, ну, в таких бананах, в кругах, да? Ну, наверное, видели Возле зала Оранж Хауса Ну, тоже это бизнес-проект Хотя можно было, конечно, если... А крупных инвесторов, может быть, привлекли? Что-нибудь сделали масштабное, чтобы деньги-то пошли? Они оперируют, конечно, миллиардами рублей Которые не сопровождают там 14 или 20 Проекты у них цифры все время варьируются На самом деле, то, что сейчас сделано, я вот назвал два проекта Одному ферменту хозяйству помогли выделить земельный участок Ну и сейчас, на будущий год, в начале откроется предприятие По обработке древесного угля, по выработке древесного угля в Сен-Индийске Ну, насколько это реальные проекты, я тоже сомневаюсь Ну, вообще, скажите, ваше мнение по сессии, которая была вчера Какой бюджет, расходы, доходы, дефицит? И что, может быть, можно было сократить? Куда деньги наоборот отправить? Такие трудные годы, мне кажется, депутаты должны проявлять более принципиальные позиции По расходам на аппарат и правительства, и главы республики, и на собственный аппарат Надо уменьшать то, что мы сделали в 2015 году, уменьшили на 10% Что уменьшать? Вот конкретно, давайте назовем, что нужно сократить Надо уменьшать и количество людей, работающих в правительстве народного хурала И в народном хурале, и количество помощников своих, которые содержатся на бюджете народного хурала Количество помощников у главы республики, количество помощников у главы около 10 человек Может быть, пенсию стоит еще сократить? Пенсии у нас, доплаты к пенсиям составляют в бюджете нашей республики 270 миллионов рублей Это от 50 до 150 тысяч рублей чиновникам и бывшим депутатам, которые работали на хороших должностях в предыдущие годы Эту сумму можно вообще убрать, потому что Верховный суд сейчас... Хорошо, спасибо большое Допомню, у нас был в гостях Михаил Георгенов, депутат Народного хурала Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!